Шалом дорогие друзья! Итак, шаббат перед нами, шаббат недельной главы Рье, главы Смотри. Знаете, давайте сделаем шаг назад и вспомним, что существовали, Тора говорит о существовании таких городов-убежищ. Города, в которых человек, совершивший непредумышленное убийство или какое-то большое преступление, мог бежать, чтобы его не убили мстители. А потом уже идут разбирательства, как виноват человек или нет. Это особый период, точнее не так, знаете, вот в нашей жизни тоже есть такой особый период. Это Элул. Элул это во времени города-убежища. Кстати, сама связь Элула с городами-убежища уже в названии, аббревиатура этого выражения. Но если кто не зло мушлял, а Всевышний предоставил его руке, то назначил место, где спастись. Вот это аббревиатура. Здесь город-убежище. Но вот город-убежище сегодня, в нашем понимании, такое сегодня, это месяц Элул. Это месяц Элул, это месяц убежища. Человек, оказавшийся в городе-убежище, должен был воспользоваться вот этой временной передышкой, для того, чтобы разобраться в каких-то своих поступках, понять, в чем состоит именно его вина, раскаяться в содеятельном. Поэтому даже если ты случайно что-то сделал, все равно это повод для раскаяния. Потом уже был суд и так далее. Смотрите, то же самое в Элуле. Мы тщательно взвешиваем и перебираем свои поступки. Ну, по крайней мере, у кого мозгов хватает. Поступки за весь прошлый год. И стремимся исправить то, что требует исправления, приближаясь к Рушушуна. И так же, как в случае с городным убежищем, нас всех ждет Небесный суд, Рушушуна, который подведет итог прожитому году, определит судьбу каждого на следующий год. И точно как в существовании городов-убежищ. Итак, дорогие друзья, день суда приближается. Что это такое, как не день расплаты? Это можно уподобить человеку, который взял кредит в банке, обязался сделать выплаты, оставил залог в свою квартиру, взятые деньги он израсходовал на что-нибудь, вернуть не мог, его предупреждение игнорировать. Что остается? Выгонять из квартиры. Кому он может пойти с претензиями? К себе. И все. Так и с нами. О чем здесь говорится? Человек совершает различные проступки в течение года, желая там то насладиться, то еще что-то. Ну, хорошо. Получилось так получилось. Начни хоть выплачивать долг. Делать какие-то заповеди, какие-то хорошие вещи, чтобы положить их на вторую чашу весов и уравновесить, вырушившим на эти предупреждения. А если ты проигнорируешь это, начинается, к сожалению, отнимание, отнимание, уменьшение, отнимают или имущество, или здоровье, не дай бог, или еще что-то. Кому можно найти претензии, что ты ничего не сделал? Никому. Этот пример вполне соответствует реальности, но с одним отличием. Очень важно. Здесь у нас вот этот управляющий банком наверху, он склонен к милосердию, он хочет, чтобы сделать нам добро, он готов стереть долг, но с одним условием. Человек должен твердо решить не влезать больше в долги, пусть по крайней мере постарается. Что есть раскаяние? Что такое раскаяние? Когда грешник прекращает грешить, устраняет грех из мыслей и решает больше его не повторять, сожалеет о прошлом. А знающий, который наверху, он понимает, что человек не вернется к этому. И тогда долг стирается, и остаются только заповеди. А таких с улыбкой встречают, ну, как в банк, когда у тебя большой положительный счет. Нам надо задуматься об одной единственной вещи. В нашей недельной главе много говорится о дздаке, о помощи. В первую очередь надо помогать близким. А самый близкий человек, кто ко мне? Он сам, он сам. Поэтому уместно говорить о чем еще? О очень небольшой важности дздаки себе. Что такое дздака себе? Человек должен 10% отдавать, да? Вот 10% времени ты должен отдать на внутреннюю работу. Все, не может человек меньше дать. Если человек меньше 10% времени посвящает себе, своей духовной работе, но он нарушает важнейшие заповеди, важнейшие. А если честно, то надо еще и левиту, то есть 20% времени. Перед нами шаббат. Шаббат, который мы благословляем месяц Лу. Тот месяц, о котором мы только что поговорили. Вы знаете что? Вот, наверное, какая-то точечка внутри человека должна помочь ему проснуться сейчас. Очень поздно просыпаться уже потом. Поздно, когда вынесен приговор. Поздно, когда все произошло. Сейчас прекрасная перспектива. И начать ее можно с этого шаббата. Просто отделить его от всех. Немножечко посвятить вот эти 10% себе. 10% ему. Немножечко сесть и подумать. Куда я иду? Что со мной? Что происходит? Чем я могу помочь себе и миру? И тогда все станет на места. Брахава Целха, Шаббат Шалу. Всего самого-самого лучшего.